Добрый день всем! Меня зовут Андрей Суз. Как меня слышно? Поставьте в чате плюсики, пожалуйста. Так, спасибо. Итак, тема сегодняшнего нашего обучения это видеопочта от компании iWave. Прежде чем мы начнем именно техническую сторону, то есть как создавать видеопочту, как можно с помощью видеопочты создать такой процесс оборота видеовизиток, форм подписания, как можно получать людей, которые будут подписываться у вас на ваши новости, на вашу рассылку. Я немножко, несколько слов скажу о том, каким принципом, как работает наша видеопочта. И какие есть варианты использования видеопочты от компании iWave. Видеопочта от компании iWave это технология передачи потокового видео. То есть как работает видеопочта и почему мы можем одновременно на тысячу адресатов отправлять видеописьма размером как целые фильмы. Принцип работы видеопочты заключается в том, что мы информацию, видеоинформацию грузим на сервера компании. А когда уже оформляем саму отправку видеописьма, то мы фактически передаем всем нашим получателям графически оформленную ссылку. То есть так же, как и выглядит любая видеоинформация, которую вы сейчас смотрите в социальных сетях, то есть на Facebook, в YouTube. Вы видите реально оформленную графику, то есть это ссылка. Вы нажимаете кнопку Play и просматриваете видео. В момент, когда вы просматриваете видеоинформацию, сама видеоинформация, она просто подгружается с серверов той компании, чье видео вы смотрите. У нас есть возможность у каждого человека зарегистрироваться и пользоваться бесплатным сервисом видеопочты. То есть любой человек может совершенно бесплатно зарегистрироваться. У него не будет ограничения по количеству загружаемой информации на сервера компании. Это уже говорит о мощи нашей компании, что даже в бесплатном аккаунте нет ограничений. Но есть одно маленькое ограничение, что человек для бесплатного использования сможет отправлять в сутки на 10 адресов такие видеописьма. У людей, у которых есть платные аккаунты, можно отправлять видеописьмо на 1000 адресатов одновременно. И таких отправок может быть до 10 тысяч в сутки. И еще один очень важный инструмент, который есть в нашей видеопочте, это функция Redirect. И второй, вернее их два, это использование в видеописьме формы подписки. Что такое Redirect и для чего он нужен? Ну представьте, что наши видеописьма может использовать любая коммерческая организация для рекламы своих товаров и услуг. То есть они своим клиентам шлют видеоролики, рекламные ролики, при том, что объем может быть как целый фильм. И когда человек досматривает эту рекламу, идет переадресация в конце ролика на тот сайт, который вы в создании видеописьма укажете. Любая компания, которая немножко смотрит в будущий, понимает, что бизнес нужно выводить в интернет, потому что это огромное количество потенциальных клиентов. То есть она получает еще поднятие в рейтинге своего собственного сайта, если идет переадресация на этот сайт. То есть на самом деле такой вроде бы простой сервис, который есть и можно использовать и бесплатно, на самом деле это очень мощный инструмент видеорекламы, инструмент продвижения товаров и услуг. То есть это почта от компании iWave. Теперь давайте посмотрим уже непосредственно, как создавать почту, как можно использовать и форму подписки в нашей видеопочте, и какие есть варианты получения видеоинформации при формировании видеописьма. Итак, начинаем с первого, самого начала. У людей, у которых есть платный аккаунт, вот так выглядит бэк-офис, то есть внутри. Что вы здесь видите у себя? Вы видите видеопочту, то есть иконку, видеоконференцию и видеоавтореспондера. Автореспондер это отдельная тема, это автомат рассылка видеописем, это конструктор. Об этом я рассказываю на тех обучениях, когда у нас тема видеоавтореспондера. Итак, видеопочта. Для того, чтобы создать видеописьмо, нужно кликнуть на эту иконку видеоэймейл. То есть мы на нее нажимаем и попадаем внутрь, где уже сама форма оформления видеописьма. Итак, что нужно для того, чтобы отправить видеописьмо? Ну, во-первых, вам нужно знать, кому вы это видеописьмо будете отправлять. Для этого вот здесь есть поле, куда мы можем просто вручную вписать адрес электронной почты нашего получателя. То есть, адрес обычной текстовой почты. Которые практически есть сейчас у каждого. Можно его вписать вручную сюда, а можно сразу же внести в контакт менеджер. То есть у нас есть, у каждого, у кого есть бэк-офис, неважно платный или бесплатный аккаунт, есть адресная книга, куда можно записывать адреса наших друзей, клиентов, партнеров. Особенности нашего контакт менеджера, что он безлимитный. То есть мы можем записывать столько адресов, сколько мы хотим. Итак, сделаем второй вариант. То есть мы не будем вписывать адрес электронной почты просто в строку получателя, а мы сразу занесем его в контакт менеджер. Итак, нажимаем на эту кнопку To. То есть кнопка To, это вот с этой формы формирования видеописьма, нам позволяет попасть в контакт менеджер. У нас откроется контакт менеджер. Что нам нужно сделать, чтобы добавить этот адрес получателя? Вот здесь есть кнопочка, такая надпись Add Contact. То есть добавить контакт. Мы на нее нажимаем, и у нас открываются поля. Поля, которые нужно заполнить для того, чтобы записать, сохранить нужный нам контакт. Первое поле FaceName, это имя. LastName, это фамилия. И, соответственно, Email, это адрес электронной почты. Итак, мы заполняем эти поля. Вносим данные того человека, кого хотим сохранить в адресной книге. Вписали нужные данные. И дальше нам, чтобы просто сохранить этот адрес в контакт менеджере, нам достаточно нажать вот эту кнопку Save. То есть сохранить данные. Итак, мы добавили адрес в нашу записную книгу. Вот он здесь у меня появился. Для того, чтобы выбрать именно его для отправки видеописьма, мне достаточно просто напротив имени и фамилии человека поставить галочку для того, чтобы сделать отправку. То есть поставить галочку и нажать вот эту кнопку Continue, то есть продолжить. И тогда у меня адрес зафиксируется в отправке. Таким же образом я могу выбирать все адреса, которые у меня находятся в контакт менеджере. В пакете за 195 долларов, кто является владельцем такого пакета, вы можете таким образом выбрать одновременно для отправки до 1000 адресов в одном письме. У кого Basic пакет за 75 долларов, вы выбираете 250 человек. Можете одновременно. Ну и понятно, кто на бесплатном. То есть он может максимум до 10 человек выбрать для отправки видеописьма. Итак, есть у нас контакт менеджер. Немножко остановимся на нем. То есть я уже сказал, для того, чтобы зафиксировать этот адрес, нам достаточно нажать вот эту кнопку Continue, чтобы он выбрался у нас для отправки. Но пару слов о контакт менеджере. То есть это обычный контакт менеджер, как и в любой системе отправки текстовых имейлов. Здесь те же самые функции, что и там. То есть мы можем создавать группы, можем контакты перемещать в эту группу, можем убирать с одной группы, давать в другую, удалять адреса, добавлять адреса. То есть все те же самые функции, я думаю, что каждый умеет этим пользоваться. Итак, как бы несколько моментов. Как и в обычном текстовом почтовом клиенте, для того, чтобы сделать что-то с адресом, надо его выделить. То есть нужно на него кликнуть мышкой. В нашем случае это поставить галочку возле нужного контакта. Что вы увидите? Вы увидите вот здесь справа, в правом окне, те функции, которые можно вообще здесь в контакт менеджере делать. В том числе и то, что можно делать с адресом электронной почты. То есть вот здесь вы видите возможность add to group. То есть это добавление в группу. Можете удалить контакт, можете удалить целую группу. Итак, мы, допустим, хотим этот адрес записать в какую-то определенную группу. Ну, мы формируем как бы у нас группы. И в принципе группы нам нужны для того, чтобы потом настраивать и работать с нашим видео автореспондером. Итак, я выделил нужный адрес нужного человека. И нажимаю кнопку add to group. То есть вот здесь вы видите, я ее нажимаю и выбираю. То есть выпадает у меня список. В списке я увижу все группы, которые я создавал. То есть они будут немножко, скажем, в таком виде. Вы создавали группу, допустим, тестом или new или новости. Но возле каждой группы у вас будет еще и дата создания этой группы. То есть компания сделала так, чтобы была эта возможность. Когда мы знаем, то есть в какую группу мы хотим этот контакт переместить, мы возле нужной группы ставим опять же галочку. И нажимаем вот эту кнопку don. То есть зафиксировать вот это перемещение. Таким образом мы добавили контакт в нужную группу. Я бы советовал каждому, кто здесь находится у нас сегодня в зале, то есть вы возьмите, попробуйте. То есть это нужно самому все попробовать сделать. Вы увидите после каждого нажатия, скажем, всегда будет какая-то подсказка, что можно сделать с контактом, что можно сделать с группой. То есть все это не так сложно. Итак, вот я создал контакт, у меня есть нужный адрес электронной почты, я его переместил в какую-то группу. Притом я хочу одну особенность сказать. У нас контакт не перемещается в группу, он копируется в группу. То есть вы будете его видеть в определенной группе, вы будете его также видеть в общем списке. То есть таким образом устроен наш контакт-менеджер. То есть здесь, когда вы уже скопировали контакт в определенную группу, вы можете, допустим, стать опять же мышкой, поставить галочкой возле вашего контакта, и у вас откроются вот такие дополнительные возможности. То есть первое, что вы можете делать, вы можете редактировать этот контакт, вы можете его удалить. Здесь у вас будет возможность change group, то есть выбрать другую группу. Здесь view group, вы можете посмотреть, кто в этой группе у вас уже находится. То есть это лишь несколько возможностей, которые позволяет наш контакт-менеджер. Здесь вы увидите также вот этот пункт меню view. Здесь вы можете переключать, что вы хотите видеть. Хотите видеть все группы, хотите видеть все контакты, хотите видеть какую-то определенную группу. То есть вы нажмете, выпадающий список вам все подскажет. Это, понятно, кнопка следующая, я о ней только что рассказывал. Этой кнопкой добавляются контакты, этой кнопкой добавляются новые группы. Здесь у нас есть вот с таким гаечным ключом tools, то есть это в переводе опции. У нас есть возможность делать экспорт и импорт списка контактов. И вот эта опция show block it, то есть у вас могут появляться контакты, которые, допустим, блокируют ваши письма. Соответственно, вы их будете видеть у себя в системе. Они будут такие полупрозрачные. И чтобы каждый раз, когда вы заходите в контакт-менеджеры, скажем, чтобы вам система их не показывала, вы поставьте галочку возле show block it, и тогда их видно не будет у вас. То есть это коротко контакт-менеджеры. Итак, возвращаемся к тому, что мы делали. Мы записали новый адрес электронной почты в адресную книгу, нажали вот эту кнопку continue для того, чтобы его выбрало для отправки видеописьма. Итак, вы это сделали, и ваш получатель появился вот здесь, где я говорил, что можно и вручную написать его адрес электронной почты. Первое, то, что нам нужно было, это выбрать получателя, мы сделали. Теперь идем дальше. Send copy of the email to me. Что это за опция? Если поставите здесь галочку, копия этого письма, которое вы создаете, придет и к вам на почту. Система сама возьмет вашу почту из тех данных, которые вы давали при регистрации в компании iWave. То есть именно на этот почтовый ящик придет вам копия письма, которое вы сейчас будете создавать. Далее. Вот это опция, о которой я говорил, redirect. То есть, скажем так, не пересылка, а перебрасывание, скажем так, перенаправление. Сюда вы можете вписать адрес сайта. Ну, предварительно ставите вот здесь галочку. Адрес сайта, куда вы хотите, чтобы человека перебросило после того, как он просмотрит вашу видеоинформацию. Еще раз хочу, чтобы вы все понимали, насколько это мощный инструмент. Вот представьте, что у компании есть там 10 тысяч клиентов, которые получили видеописьмо, то есть какие-то рекламные материалы от компании, от какой-то сети магазинов. И в конце того, как они просмотрели это видео, то их перекинуло на тот сайт, который вы указали именно здесь. Именно в этой строке переадресации. Получается, компания получила еще там 10 тысяч условно заходов за эти сутки на свой сайт. То есть, это действительно очень мощная и серьезная функция. Итак, переходим дальше. На этом слайде показано, на следующем слайде, то есть, как я вписал эту опцию Redirect, то есть, вот она здесь, у меня включена. То есть, я поставил галочку и вписал адрес сайта, куда я делаю переадресацию. Теперь следующее поле. Следующее поле это Subject. Subject это тема письма. То есть, это понятно. В любом письме, неважно это текстовое письмо или видеописьмо, нужно указывать тему письма. Почему? Потому что это то, что видит у себя человек в тот момент, когда к нему поступила информация. Он видит отправителя, он видит тему письма. То есть, это как бы по правилам оформления сообщений, то есть, это нужно записывать. Далее. Далее у нас есть вот это поле, текстовое поле Email Text. Вот оно здесь. Здесь можно также написать какую-то коротенькую информацию о том, что вы высылаете в своем видеописьме. Но в принципе, я всем советую всегда, чтобы здесь писали. То есть, можно писать, что вам нравится, но обязательно пишите такое предложение, что, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже. Почему я это говорю писать? Наше видеописьмо – это графика, то есть, это графическая информация. Не все почтовые клиенты сразу по умолчанию открывают графику. То есть, как правило, нужно, чтобы человек разрешил в своем почтовом клиенте сделать такое, как бы, открытие графики. И человек что видит? Он не видит у себя вашего видео, он не видит вашего оформления, он видит только текст. И снизу сразу под текстом будет ссылка «Click here to play video». То есть, нажмите сюда, чтобы просмотреть видео. Если человек не понимает ничего по-английски, то он и не нажмет на эту ссылку. Поэтому обязательно здесь пишите, чтобы он нажал на ссылку ниже. Тогда он будет знать, что ему нужно сделать. Итак, переходим уже непосредственно к оформлению видеоинформации. То есть, здесь первые шаги мы что сделали? Мы выбрали адрес, куда хотим отправить письмо. Мы включили функцию копии письма к себе на почту, надо нам или не надо. Мы вписали строку переадресации, если она нам нужна. Указали тему письма, оформили текстовое поле. Дальше уже переходим к оформлению именно графики. И первое, что нам нужно сделать, это выбрать видео. Видео выбирается вот по этой вкладке «Choose Video». Мы на нее нажимаем, и после нажатия мы попадем в нашу видеобиблиотеку. У всех партнеров компании есть две библиотеки. Есть библиотека видеопочты, есть библиотека видеозала. То есть, это разные вещи. И нужно это запомнить и понять. Здесь у нас видеобиблиотека нашей почты. Если вы еще ни разу не отправляли видеописьма, понятно, что она у вас будет пустая. Но пустая будет именно ваша библиотека. Но есть вот здесь из выпадающего списка, если вы откроете, вы увидите здесь разные разделы. В том числе есть и в Ави Лайбери. Что это такое? Если вы переключите туда, на этот раздел библиотеки, вы увидите те ролики, которые записывает вам компания. То есть, это раздел библиотеки, куда компания сама записывает нам видеоинформацию. Итак, вы открыли эту библиотеку. Что вы здесь увидите? Ну, во-первых, вы увидите определенное количество видеоинформации. Что вы можете сделать с этой видеоинформацией? Вы можете отправить на Facebook или на YouTube. Но это при условии, что вы в этих сетях зарегистрированы. Если вы в этих сетях зарегистрированы, то любой из этих роликов вы можете сразу туда разместить. И для того, чтобы отправить этот ролик в видеописьме, вы нажимаете эту кнопку Select, то есть выбора. У вас будет 5 квадратиков. Вот здесь 5 окошек. Что это означает? Это означает, что мы в одном видеописьме можем отправить до 5 видеоинформаций. Я вам скажу так. Иногда спрашивают, сколько можно загрузить информации в одном видеописьме. Ответ очень простой. Были люди, у которых был интернет на загрузку, на отдачу. Канал был 100 мегабит. И им удалось загрузить до 4 гигабайта в один видеоролик. Они скрипали до 5 таких ролик, то есть 20 гигабайт они передали видеописьмом. Здесь играет роль, какой у вас интернет на отдачу. То есть канал не на прием, а на отдачу. И от того, насколько у вас позволяют ваши технические возможности, вы можете таких размеров загружать видеописьма. Ну, я думаю, что достаточно и загрузить 1 гигабайта. Это на сегодняшний день хороший фильм в хорошей якости. В хорошей качестве, вернее. Вот так мы можем выбрать до 5 роликов. Если мы хотим, допустим, какой-то из роликов убрать, отправить или 1, или 2, или 3, или переставить местами, возле каждого ролика есть вот эта кнопка надпись remove. То есть мы убираем ролик, на нужном становимся, кнопку нажимаем select, и так можем как бы как в пятнашках их перемещать. То есть и формировать таким образом количество информации, которую хотим отправить. Что человек увидит у себя на почте? Он увидит, то есть будут эти ролики проигрываться друг за другом в той последовательности, которую вы укажете. Итак, мы выбрали нужную информацию, нажали вот эту кнопочку continue. Она есть и вверху библиотеки, такая же кнопка повторяется и внизу библиотеки. То есть роль не играет, какую вы из них нажмете. Нажали, подтвердили выбор видео, вернулись обратно к форму, где оформляли видео письмо. Видео вы ваше уже видите у себя в шаблоне, то есть вернее в форме, где будет шаблон. Можете здесь прямо нажать вот эту кнопку play, чтобы просмотреть это видео. Следующий этап. Следующий этап мы выбираем оформление, чтобы заменить вот этот серый фон, то есть некрасивый фон, заменить шаблоном красивым. У нас есть библиотека шаблонов. Это вкладка номер 2. Choose. То есть мы нажимаем вот на этот выбор. Попадем в библиотеку, где компания также постоянно записывает шаблоны. Постоянно обновляет эти шаблоны. Сейчас там уже более 350 шаблонов и они находятся по разным темам. Мы можем вот здесь из выпадающего списка выбирать на разные темы шаблоны. Там есть и шаблоны на русском языке, то есть можно их к праздникам компания постоянно записывает. Есть возможность, конечно, и создать свой собственный шаблон нажатием вот этой кнопки Create, то есть открыть. Вам достаточно будет просто указать фотографию, допустим, какой-то рисунок у вас на компьютере. Он подгрузится, вы просто разместите, где должно быть видео, где подпись. И таким образом можете создать свой собственный шаблон. Итак, мы выбрали нужный шаблон для отправки этого видеописьма. После выбора он у вас появится вот здесь справа. Вам нужно сделать нажатие вот этой кнопки опять же Continue. Это продолжит. То есть с галочкой мы положительное действие, с крестиком отрицательное действие. Мы подтверждаем, что выбираем нужный шаблон. Нажали выбор шаблона, вы опять увидели свою форму, где вы оформляете видеоинформацию, вы увидите уже оформленное видеописьмо. И третья вкладка, которая у нас есть, это подпись, сигнал. По умолчанию система берет данные из ваших регистрационных данных. То есть она берет ваше имя, фамилию, берет номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Но мы можем эти данные редактировать. И как я уже говорил в самом начале, кроме обычной подписи, мы можем использовать здесь форму подписки, можем вставлять сюда кнопки социальных сетей, то есть любой даже HTML код мы можем сюда вставлять и чтобы он присутствовал в шаблоне нашего видеописьма. Итак, давайте посмотрим, что можно делать с подписью. Нажимаем эту вкладку Signate, то есть третью вкладку. Сейчас откроется окно, но я вам хочу сказать, то есть в принципе в какой последовательности вы будете нажимать вот эти вкладки три и оформлять не имеет значения. Вы можете сначала выбрать шаблон, потом выбирать видео или там сразу выбрать подпись, потом шаблон, потом видео. То есть здесь это значение не имеет. Итак, я просто говорю уже по порядку, как оно здесь размещено. Вы попали в форму, где можете создавать, менять ваши подписи. То есть это откроется обычный текстовый редактор, где мы можем менять шрифты, наклоны, то есть все выравнивая, все вот вы вот здесь в верхней панели увидите и все это можете попробовать. Когда вы изменили какую-то подпись, то есть создали новую подпись, вы нажимаете кнопку Save, сохранить. После сохранения ваши подписи будут складываться вот здесь как бы по порядку. Вы дадите название подписи, то есть система у вас попросит, чтобы вы дали название и таким образом вы себе сохраните там несколько подписей, там на всякий случай как бы отправок видеописем. Допустим, где-то вы хотите поздравление другу слать, там одна подпись, где-то что-то по работе, там другая подпись. Здесь в списке подписей есть кнопки Select, это выбор, то есть вы в следующий раз, когда будете заходить и выбирать подпись, уже из тех, что сохранили, вам достаточно будет напротив нужной нажать кнопку Select, выбрать. Make Default кнопка, это как бы если нажмете, то данная подпись, напротив которой вы нажмете эту кнопку, она будет использоваться по умолчанию в каждом новом вашем создании видеописьма. Ну и понятно Delete, это удаление подписи. И теперь, что у нас есть, как бы очень, уже не обычная подпись, а у нас есть возможность в видеописьме вставить форму подписки. Для чего эта форма подписки и для чего эта компания сделала, чтобы в видеописьмах мы могли это вставлять? Наши видеописьма мы можем использовать как видеовизитки в интернете. То есть, практически это как получается одностраничный сайт. И для того, чтобы продвигать или наш бизнес, или любой сетевой бизнес, или любой линейный бизнес, используя наши видеописьма, то есть, можно вместе в паре, скажем так, с функцией формы подписки уже как бы строить такую модель работы бизнеса на автопилоте. Что такое форма подписки, для чего она нужна, я думаю, каждый понимает, но кто не знает, я объясню. То есть, для того, чтобы человека привлечь в бизнес, или для того, чтобы человека с помощью рекламы, скажем, привлечь в свой салон, в свой магазин, нужно как бы получить первое вот это добро человека на то, что он действительно хочет получать какую-то дальнейшую информацию. Это то же самое, что человек, который смотрит вашу рекламу где-то по телевизору или на борде, если его это интересует, он придет в ваш магазин, но если его это не интересует, он не придет. Поэтому, ну, наверное, будет неправильно, если его догонять и ему там предлагать купить чайник, а он ему не нужен. Таким же образом и все, что касается нашего бизнеса или вообще любого сетевого бизнеса, то есть, мы показываем что-то, где-то там, скажем, в нашем видеописьме звучит какая-то видеоинформация, то есть, какой человек видит, и если его интересует что-то глубже, он внесет свои данные для того, чтобы получать более обширную информацию. Вот для этого нужна форма подписки. И это мы можем использовать в наших видео-имейлах. Итак, как работает форма подписки и как ее нужно настраивать? Нажимайте на вот эту кнопку генерации контактной формы. У вас откроется вот такое окно, где что нужно указать? Нужно указать ту группу в контакт-менеджере, под которую вы хотите сгенерировать форму подписки. Почему группу? Те, кто был на обучении и ходит на обучение по автореспондеру, вы знаете, что автореспондер, наш видеоавтореспондер работает конкретно с группами. И куда нужно, чтобы контакт, который подпишется на вашу информацию, куда нужно, чтобы он поступал? Нужно, чтобы он поступал в определенную группу, под которую вы уже потом настраиваете видеоавтореспондер. Поскольку групп мы можем создавать в контакт-менеджере сколько угодно, соответственно, таких форм подписки мы можем создавать также сколько угодно на разные темы. Итак, мы создаем, выбираем из выпадающего списка нужную группу, нажимаем кнопку генерация формы. У нас откроется код, то есть вот здесь я его увеличил, чтобы было понятно, что здесь нужно делать. Вот, допустим, видите, у меня под группу, я генерировал эту форму подписки под группу новости. То есть эту группу я создал у себя для того, чтобы форму подписки разместить на командном сайте. И все те, кто подписывается на новости, они попадают в эту группу. Соответственно, когда респондер рассылает информацию, все люди получают эти новости. Итак, что нужно сделать в форме подписки, чтобы она работала? Для этого найдите, когда у вас откроется вот такой HTML-код, вот такой текст, найдите, пожалуйста, вот эту надпись «radir value равно кавычки». Вы увидите, то есть это будет у вас две кавычки рядом. Что нужно сделать, чтобы эта форма подписки работала? Между этими кавычками нужно поставить ту ссылку на тот сайт, на тот адрес, куда вы хотите сделать переадресацию. Почему в форме подписки нужно делать переадресацию? Потому что человек, который внесет свои данные, он должен получить подтверждение о том, что он куда-то подписался. Если вы форму подписки, допустим, используете в своем сайте, то соответственно здесь можно вставить страничку, куда перекинуть человека, на какую-то другую страницу, где он получит информацию о том, что вы зарегистрировались допустим на такие-то такие-то новости. Но ничего страшного, если у вас нет своего сайта. Можно использовать наши видеописьма. И как это сделать? Вы предварительно создайте видеописьмо, где вы вашим голосом благодарите человека за то, что он подписался, допустим, куда-то подписался у вас и будет получать такие-то новости. Отправьте это видеописьмо сами себе. Потом в браузере скопируйте адрес этого уже открытого видеописьма. То есть, когда вы включите его просмотр, вы вверху в браузере можете полностью эту длинную строчку скопировать. И вставьте ее вот сюда, именно вот эту форму подписки. Что получится? У вас получится форма, как она будет работать. Человек внесет свое имя, фамилию, адрес электронной почты, нажмет кнопку подтвердить, его данные попадут в ваш контакт менеджер, там уже его ждет респондер, плюс его сразу же перекинет на видеописьмо, где вы поздравляете или благодарите за то, что он подписался на новости от вашего сайта, от вашей компании, или там неважно. То есть, вот таким образом можно это сделать, даже если у вас нету своих сайтов в интернете. Форма на английском языке, но здесь можно сделать изменение, то есть, это HTML-код, его можно менять как угодно. Итак, смотрите, что нужно поменять, чтобы форма была на русском языке. Вот эта звездочка из слова first name, то есть, это имя, можно поменять на имя. Last name, вот здесь у нас last name, вы меняете на фамилию. Email можете поменять на слово почта, и вот эту кнопку submit можете поменять на подтвердить. В принципе, в нашем форме подписки важно первое поле, это имя и адрес электронной почты. То есть, реально в поле last name, фамилия, можно и не использовать. Я даже покажу, как можно здесь это выбросить, потому что понятно, что человек при регистрации, то есть, не каждый дает еще и свою фамилию. Я сейчас отмечу другим цветом, что можно выбросить, чтобы использовать только поле имени и поле электронной почты. То есть, вот здесь, начиная от красного, вот сейчас я так вот отмечу, то есть, отсюда и, сейчас, секундочку, и вот досюда, досюда, то есть, можно это все дело выбросить и тогда у вас форма подписки будет из двух строчек, то есть, имя и адрес электронной почты, ну и кнопка подтвердить. Итак, мы создали форму подписки, нажали кнопку окей, то есть, мы подтвердили. Поскольку это также подпись, у нас система попросит ввести название этой подписи, то есть, даете, там, написали подписка, там, подписка 1, подписка 2, смотря, сколько вы будете их потом создавать. Вы ввели это название этой, скажем, подписи и нажали кнопку окей, вы сохраняете эту подпись, то есть, сохраняете форму подписки. Итак, мы создали видеописьмо и в качестве подписи поставили форму подписки. Вот здесь смотрите, то есть, при создании письма вы увидите не форму саму, а именно этот хэштейм ль-код. То есть, ничего не пугайтесь, это так должно быть при отправке, когда письмо уже уйдет получателю, он у себя откроет, там все будет видно прекрасно, я потом покажу, как оно выглядит. Все, мы создали письмо, нажали кнопку Send. Send это отправка. Если вы все правильно заполнили, то есть, у вас все поля заполнены, вы получите вот такое сообщение о том, что письмо удачно отправлено. Повторное нажатие вот здесь именно кнопки надписи клики от у sent и на за email, то есть, нажмите сюда, чтобы отправить следующее видеописьмо, вы сможете опять вернуться в форму, где оформляется видеоинформация, вернее, полностью создается видеописьмо. И так далее. Мы создали письмо и его отправили. Мы брали информацию из библиотеки, мы брали готовые ролики. Сейчас, допустим, давайте посмотрим вариант, когда мы записываем информацию с видеокамеры, с нашей веб-камеры, который у нас стоит на компьютере. Я пропуская сейчас все моменты оформления видеописьма, дохожу уже именно до оформления видео. Когда вы нажмете первую вкладку Чусь видео, вы попадете в библиотеку, нажмите вот этот второй пункт Рекорд видео, то есть, Запись видео. Когда вы его нажимаете, у вас откроется вот такое окошко. Это сообщение от флешплеера, который просит у вас как бы доступа, разрешения к доступу к вашим устройствам звука и видео. Вам нужно просто поставить галочку Запомнить и галочку возле слова Разрешить и нажать кнопку Закрыть. То есть, вы даете это нужно сделать на своем компьютере один раз, система запомнит как бы ваше устройство видео и аудио и уже в следующий раз этого обращения у вас не будет. Итак, вы нажали эти все кнопки и у вас открывается чистое видео. То есть, вы себя видите. Дальше нажимаете кнопку Записи. Сколько информации можно у нас записать с видеокамеры? То есть, за один раз можно записать видео ваше обращение до 20 минут. Но поскольку у нас есть возможность в видеописьме отправлять до 5 роликов, то есть, реально вы можете таких записей на час времени отправить. Но это уже практически целый фильм. когда вы записали нужную информацию, нажмите опять на вот эту кнопку остановить. Увидите у себя на экране процесс загрузки. Если, допустим, вам что-то не понравилось, вот у вас, кстати, есть вот здесь кнопка потом play после записи, чтобы просмотреть видео. Если вам что-то не понравилось в том видео, которое вы записали, вы еще раз можете нажимать, и так сколько угодно именно запись и переписывать то видео, которое уже записали. Итак, вы уже добились того, что хотите, то есть, сказали, показали все, что хотели записать в этом видео. Далее вам нужно дать название этому видео. Почему название? Потому что это файл. Это как и любой файл на компьютере, так и на сервере компании, он сохраняется под каким-то определенным именем. На самом деле мы можем даже несколько роликов называть одними и тем же имени, потому что здесь играет роль в принципе для сервера играет код вашей видеоинформации. Но для того, чтобы вы у себя в библиотеке нормально разбирались, где какое видео, то давайте какие-то такие названия, которые не повторяются. Вот в этом поле вы даете название, то есть, где у нас пишет тайтл. То есть, вот здесь написали название и нажали кнопку Save Change. После этого произойдет обработка видео в вашей библиотеке, то есть, у вас вы будете видеть это в библиотеке обработку, на самом деле идет обработка видео на серверы компании. И далее делайте те же самые функции, что делали из тем видео, которые выбирали из библиотеки. Опять же, можно на Facebook, на YouTube отправить и, так как я говорил, нажать кнопку Select, выбор для того, чтобы отправить это видео письмо. Нажмете кнопку, оно появится здесь. Можете так до 5 роликов. Третий вариант. Как мы можем получить видеоинформацию для отправки видеописьма это Upload Video кнопка, то есть, возможность загрузить информацию с нашего компьютера. Нажали на нее, у вас откроется вот такая надпись, вы подтверждаете, что хотите загрузить информацию. Откроется доступ к вашему компьютеру, вы на ваших дисках находите нужный видеофайл, открываете и он у вас грузится. И таким образом вы можете в одном письме брать из компьютера видео, из библиотеки, записывать с камеры, то есть, формируете уже любые варианты для отправки. Итак, это была обычная отправка и три варианта получения видеоинформации. Есть еще второй вариант у нас отправки видеописьма. Это отправка по календарю, то есть, по расписанию. Ну, для чего это надо? Если так в простом использовании, то можно, допустим, наперед записать поздравление всем своим друзьям, выставить дату отправки, поставить копию письма, что приходило и вам, вы выигрываете. Почему? Потому что ваше видеописьмо с вашим поздравлением точно поздравит вашего друга и второй плюс еще и напомнит вам о том, что у него день рождения, потому что видеописьмо придет и к вам. Но на самом деле, если так серьезно, то это также немаловажный факт для коммерческих организаций. Любая коммерческая организация, которая ценит своего клиента, то есть она, как правило, на его день рождения, на какие-то праздники поздравляет всегда с днем рождения. Вот представьте, что выставляется видеописьмо с датой отправки к клиенту и идет видеообращение хозяина компании, президента компании. На самом деле, из такого простого инструмента можно получить очень эффективный и мощный орудие работы с клиентами. Итак, как оформляется видео по расписанию. Вы, когда войдете в форму оформления видеописьма, дойдете до вот этого пункта Shadow, то есть это как бы календарь, скажем так, по-простому. Нажимаете вот эту опцию Shadow this video email, то есть отправка по расписанию. Как только вы ее нажмете, у вас откроется календарь. В календаре выбираете нужный год, месяц, то есть день, когда вы хотите отправить, вернее, не отправить, а когда вы хотите, чтобы письмо в автомате отправилось. Выбираете нужную дату, закрываете и у вас появится вот это будет изменение. Вот здесь, где дата отправки, будет дата, когда это письмо уйдет. И дальше оформили видео, оформили оформление, то есть сделали, подписали, нажали вот эту кнопку Save and Close. То есть это как в Responder. Здесь уже не Send отправка мгновенная, а именно сохранить и закрыть. Почему? Потому что оно будет ждать своего времени отправки. Нажали эту кнопку Save and Close и ваше видео сохранится, ваше видеописьмо сохранится в разделе Reports, то есть отчеты, именно в разделе Shadow Video Email. Оно будет находиться там до тех пор, пока не придет время его отправки. Когда оно отправится, оно оттуда исчезнет. Теперь давайте еще несколько слов о подсчете Report. Вроде бы тоже простой такой отчет. Посмотреть, прочитал или посмотрел ли наше видеописьмо наш получатель. Это в обычном использовании, а для коммерческих организаций я вам скажу, что этот отчет может давать. Если вы знаете, на любой серьезной фирме, которая рекламирует свои товары и услуги, есть всегда или отдел, или человек, или нанимает фирму, которая проверяет эффективность рекламы. Чтобы допустим зимой к телефонам не дарить купальные костюмы, а правильно выбирать подарки, нужно оценивать эффективность рекламы. У нас есть очень мощный отчет, очень мощная функция, которая любому человеку даст возможность проанализировать то качество, вернее, реакции получателя на ту рекламу, которую отправляется видео по письмам. Зайдите, когда вы зайдете в Report, отчет, то есть вот эту функцию Report, у вас откроется три отчета. Первое это Video Email Report, второе это Видеоконференции Report и Shadow Video Email. Shadow Video Email я только что показывал, теперь зайдете в Video Email Report. Что мы здесь увидим? Значит, View. Здесь можно нажать, посмотреть, какая видеоинформация отправлялась в этом видеописьме. Проба. Это у меня допустим тема моего видеописьма, которая отправлялась. Вот здесь дата отправки, здесь количество, то есть продолжительность видеоролика. Вот здесь будет цифра именно на сколько адресов отправлялось видео письмо. И вот эта вторая цифра, о которой я говорил, это именно здесь будет цифра или число, которое будет показывать, сколько раз просматривали ваше видеописьмо. не сколько людей, а именно сколько раз. И почему я говорил, что по этому отчету можно оценивать эффективность рекламы. Если какой-то человек смотрит пять или десять или два раза даже вашу видео информацию, значит у него есть интерес. И вот в этой опции детали можно просмотреть именно с каких адресов электронных почт, то есть кто именно и сколько раз смотрел ваше видеописьмо. То есть это действительно очень серьезный отчет. Чтобы его закрыть нажимаем вот эту кнопочку Close. То есть мы закрываем этот отчет. Вот так выглядит письмо, видео письмо, которое пришло к нашему получателю на почту. Что ему нужно? Ему нужно нажать на эту кнопку Play. То есть он на нее нажимает и он просматривает ваше видеопослание. Здесь я хочу объяснить то, что я говорил о том, что нужно email текст заполнять и писать предложение нажми на ссылку ниже. Представьте, что вот этого человек не видит. То есть оно у него не включено сразу. Показ графика. Что он видит? Он видит ваш текст. и снизу под текстом он видит сразу вот эту ссылку Click Here to Play Video. То есть две рядом текста. Если не понимает ни слова по-английски, ваше письмо наверное не посмотрит. Поэтому пишите, что ему нужно сделать, для того, чтобы просмотреть видео. И человек может на нее нажать, и он просмотрит спокойно ваше видеописьмо. Вот на этом слайде я показывал увеличенное, то есть как выглядит форма подписки. Ее можно выравнивать, то есть я здесь просто ее вставил даже без перевода на русский язык. То есть вот эта форма подписки, человек вносит сюда имя, вносит фамилию, адрес электронной почты, нажимает вот эту кнопку подтвердить. Получится, что его данные попадут в контакт менеджер, и плюс человека перебросит туда, куда я указал в создании видеописьма. которые используются в нашей видеопочте. И если действительно вы каждый сможете попробовать, как оно работает, отправляйте сами себе, чтобы посмотреть, как оно работает, отправляйте вашим друзьям, и здесь ничего сложного нет. Но с помощью формы подписки, с помощью видеописьма, но еще и с помощью нашего видеоавтореспондера можно действительно запустить любой бизнес, чтобы он работал в интернете. На этом я заканчиваю. всем спасибо.